Переходим от футбола к его мини-версии и к мини-футболистам, хотя, конечно, так нельзя говорить. Да нет, ты знаешь, я недавно у них спрашивал об этом. Все нормально воспринимают. Мини-футболисты не обижаются. Сегодня сборная России по мини-футболу стартует на чемпионате Европы. Так вышло, что дебютный матч будет ключевым с командой Казахстана, нашим главным конкурентом в борьбе за первое место в группе. Трансляцию игры смотрите в ночном эфире нашего канала. Это кадры предпоследней тренировки перед стартом. В нашей команде определились с капитаном. Сергей Скорович прямо говорит, голосования не было. Штаб национальной команды после совещания объявил. С повязкой на рукаве будет играть Николай Переверзев. Вообще он уже был в этом качестве национальной команде, но не на чемпионатах Европы. И понятно, что решение воспринял с радостью. Конечно, для меня это было неожиданно, потому что никаких таких разговоров, никаких таких малейших намеков, в принципе, не было. Это было все неожиданно так сделано. Ну, конечно, обрадовался. Тем не менее, я счастлив, что именно я капитан сборной России. В национальной команде Переверзев теперь наследник больших капитанских традиций. До этого лидерами сборной были люди, сделавшие славную карьеру и оставившие действительно яркий след в истории нашей сборной. Константин Еременко, Александр Верижников, Константин Маевский – все на площадке умели по-настоящему вести партнеров за собой. Бойцовские качества едва ли не главные для капитана команды. То, что мы остановились именно на кандидатуре Николая, это совершенно было объективно, потому что это боец, во-первых, это человек, который болеет интересами сборной и готов за сборную, так сказать, говоря высокими словами, отдать свою жизнь. Это действительно настоящий капитан, парень, для которого сборная – это не последнее слово. Разумеется, капитан – это еще и человек, отвечающий за атмосферу в раздевалке и на площадке. Вот так шутливо, общаясь с партнерами, переверзив, во многом разряжает напряженную атмосферу перед началом турнира. В той же роли лидера он и в своем клубе. В родной Тюмени Николай много лет назад получил повязку. На Евро такого не было. Зато было два финала чемпионата Европы, в которых россияне проигрывали – испанцам и итальянцам. И сейчас воспоминания о тех поражениях – наверное, сильнейшая мотивация. Это много рассуждалось, об этом много говорилось. Ну, наверное, когда последний чемпионат мы проиграли итальянцам, то наверняка все уже говорили, когда обыграли испанцев, что все, уже чемпионы, то есть так ходили слухи, то есть все в это уже верили. Ну, это и была ошибка, наверное, все-таки. Надо до последнего шага, до последнего свистка быть концентрированными, играть на 100%. И когда уже поднимаешь кубок этот, тогда будешь осознавать, что ты чемпион. А так, осталось это все в наших мечтах, и мы также об этом мечтаем и продолжаем жить этой мечтой. Затем, сбудется ли мечта Переверзева, в далекой Тюмени будут следить родные и близкие нашего капитана. Некоторые друзья даже приедут в Сербию лично поддерживать с трибуны. А сейчас у Переверзева и его партнеров, конечно, сладкое чувство предвкушения одного из главных турниров в карьере, до старта которого остается совсем немного времени. Дмитрий Лукашев, Дмитрий Болотников, Белград, Сербия. Все на матч. Дима, ты вот недавно был в гостях у мини-футбольной Дины. Скажи, как там относятся к легионерам, поскольку вопрос такой достаточно острый. Ну и там четыре бразильца, к тому же в мини-футболе, как мы знаем, это целая четверка. И как там у них все устроено? Да, действительно, это такая довольно-таки острая, болезненная тема. Но ты знаешь, меня удивило то, что, например, бразилец Алемао, легенда мини-футбола, там бразилец с испанским паспортом, он один из вице-капитанов Дины, и доходит до того, что он даже во время тренировок, во время установок тренера подходит и какие-то свои детали в эту установку вносит. То есть он почти как свой. Вот и в российском мини-футболе бразильцы, испанцы, они уже практически как свои. Они на равных общаются. Многие из тех бразильцев, натурализованных, их четверо в составе сборной России, тоже неплохо знают русский язык. Поэтому, мне кажется, уже немножечко погасла эта тема, хотя раздрай был очень серьезный в федерации. И я думаю, что на самом деле все они найдут общий язык, потому что не отнимешь у бразильцев в мини-футболе. Есть какой-то особый кураж, как сказал Сергей Абрамов, герой программы «Дублер мне». Иногда бразильцы могут буквально одной передачей через все поле вывести тебя один на один. Далеко не все русские мини-футболисты так могут. И, конечно, у них надо этому учиться. Мне нравится, как знаешь, тема...